Добрый день! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, как понимать слова, когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Это из послания к римлянам апостола Павла. Это достаточно сложное место, с одной стороны, а с другой стороны совсем несложное. Был дан закон человеку, Моисеем, как мы с вами знаем. И закон этот был дан для многих вещей, но и в том числе для того, чтобы человек, исполняя закон, вернее, пытаясь исполнять этот закон, в конце концов убедился бы в том, что этот закон несовершенен, что необходим спаситель. Не только Бог, который даровал правила жизни, но тот, кто может вести тебя еще дальше. Правда? Потому что и Моисей, который даровал закон иудеям, и все пророки без исключения говорили о том, что грядет некто, кто избавит человека от смерти и от закона. Правда? Апостол Павел говорит, что закон был где-то водителем, таким строгим наставником, который прям с палкой ходит, если вдруг что-то не то делаешь, бьет себя по рукам, по ногам, а то и по голове. А Христос — это совсем другое, если мы с вами христиане понимаем, о чем мы говорим. Поэтому благодать именно не пришла, не уравновесила закон, не сделала его более исполнимым и более мягким и удобным. Она оставила его. Христос говорит, я пришел не нарушить закон, но исполнить. И апостол точно говорит, что благодать стала именно преизобиловать. То есть она поднялась над законом и показала человеку возможность, которой у него раньше никогда не было. По сути, это и есть Новый Завет, когда человек спасается, уже спасен, вернее, Христом. И ему нужно просто войти в это спасение, осознать его для себя, расположиться в нем, сострадая Христу. Как замечательно говорит преподобный Исаак Сирин, что человек, который не воспринял в своей жизни или в момент смерти страдания Христа, не может идти вслед за Христом в царство славы. Эта слова не о том, что мы должны обязательно быть казнены или умучены за Христа, или страдать. Нет не об этом, а о том, что человек должен воспринять Христа для того, чтобы дотянуться, дорасти до смысла своего существования и пути своего спасения. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.